Вот этот градус ненависти, который поддерживается сегодня россиянами, он сегодня разрушает, самое, казалось бы, незыблемое, он разрушает сегодня человеческие отношения. Поэтому, еще раз говорю, нужно смотреть правдой в глаза и понимать, что с людьми, которые живут там, произошли страшные метаморфозы. Это не вина этих людей, это их беда, к сожалению, что они стали сегодня объектами циничной и крайне жестокой российской пропаганды. Люди живут без преувеличения сегодня в романе Орвелла 1984 и рассматривать их нужно как объекты влияния мощнейшего министерства правды, фактически, которое 24 часа в сутки промывает мозги. При этом делается это не только через телевидение, не только через прессу. Идет мощнейшая, так называемая, слуховая кампания. Я не могу говорить, кто, но многие мои друзья сообщают о том, что и во время рефрендума, и после появлялись какие-то непонятные свидетели, которые есть в общественном транспорте, заходили в магазины и рассказывали, что вот я только что там приехал из серии из Джан Коя, там только что поймали целый автобус с правосеками, они ехали, везли гранатометы, автоматы. Но я могу сказать, что это все носит признак, это специалист, который сам закончил британский военный вуз, у меня как раз диплом в сфере информационной диверсии, информационных войн. Я в этом усматриваю четкие индикаторы введения целенаправленной информационной войны и военной пропаганды, объектом которого стало все население Крыма, независимо от их национальной принадлежности, образования, так удобно. И самое ужасное, что даже люди с высшим образованием, которые привыкли мыслить, находясь в этой матрице, они не могут сегодня рационально мыслить. Почему? Потому что вся эта система направлена, как человека заставить поверить самое страшное. Надо человека запугать, когда человек находится в так называемом пограничном состоянии, это психологи знают. То есть человек запуган, человек находится под давлением постоянного стресса, ему намного легче поверить в какие-то несуществующие факты. То есть способность критичного мышления в умово стресса постоянно, она падает. Поэтому еще раз говорю, абсолютное большинство населения Крыма сегодня под влиянием пропаганды и страха, сегодня действительно считает, в первую очередь, что Россия обеспечила мир. Им рассказали о том, что Россия их защитила от сценария, который получился на Донбассе. Что сейчас был бы Донбасс в Крыму. Именно поэтому, поэтому очень много людей сегодня, мы будем говорить точно, это больше половины крымчан сегодня, к сожалению, поддерживают вот в данный момент то, что с ними произошло. Спасибо.